Спасибо, что вы с нами. Либо-либо – это студия подкастов, и у большей части наших эпизодов нет видео. Но мы хотим, чтобы как можно больше людей знали о нас. Поэтому решили все равно публиковать выпуски на Ютубе. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду, подпишитесь на наш Ютуб-канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо. Либо-либо Помнишь, про что был твой вопрос? Я не помню. Про что? Я не помню. Это сейчас мне к нашей теме. Ага. Ой, со мной, знаете, что случилось? Что? Мне чуть конь не ликнул. Почему звезда горит? Ты зимую тутки. И в какой приходит вид? Я быка в желудке. Как неутомимая. Скачет от злопа. Своего любимого. Слышу землекопа. Всем привет. Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я – ваш землекоп, Илья Калмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. А сейчас мы раскроем тайный звук из прошлого выпуска. Напомню, я вам рассказывал, что обычно мясо красное, потому что в мышцах обычно очень много специальных дыхательных молекул, которые переносят в мышцы кислород и заодно окрашивают все в красный цвет. Но есть животные, у которых этих молекул так много, что мясо становится почти черным. А сами они могут так заряжаться кислородом, что у них получается заныривать на очень долгое время и не дышать. И вот был тайный звук. И я думаю, что вы уже догадались, кто это. Ну, конечно, вы сейчас слышите, как общаются между собой горбатые киты. Это животные, которые могут заныривать на целый час. И все это благодаря специальным молекулам. Это вещество называется миоглобин. Миоглобин превращает их мышцы в такую гигантскую батарейку, которая заряжается кислородом, пока кит дышит на поверхности. А потом кислород постепенно тратится там в глубине. Я совсем не рад тому, что из китов иногда делают колбасу, но я вот все же видел такую колбасу в Норвегии. И вот это меня поразило, насколько же это мясо темное. Оно почти черное. Сегодняшний выпуск о том, как быть, если у вас нет рук. Большинство четвероногих животных не только бегают на четырех ногах. Обычно передние ноги, ну, то есть вот те, которые мы называем руками, а зоологи так не говорят, они просто говорят передние конечности и задние конечности. Так вот, большинство четвероногих животных активно помогают себе передними конечностями, когда им надо что-то сделать. Поесть или почесаться или полазать где-то. Но не всем так повезло. И об этом наш сегодняшний выпуск. Это выпуск о том, как жить, когда у тебя руки очень заняты каким-то делом и совершенно ничего другого делать не умеют. И первый вопрос вот какой. Вот отличный пример животных, у которых передние конечности, как и задние, умеют очень хорошо делать только одну вещь. Они умеют бегать. И не умеют ничего другого. Причем эти конечности действительно бывают двух типов, у парнокопытных и непарнокопытных. Сейчас обсудим. Привет. Привет-привет. Тебя не слышно. Привет. И я. Привет. О, я тебя слышу. Скажи, ты меня узнала? Я вот что-то как слышу. Это очень приятно. Значит, ты знаешь, как называюсь я. Как называется такое животное? Землекоп. Землекоп. А как называется такой человек, как ты? Лия, да? Да. Хорошо. Ты спрашивала про парнокопытных и непарнокопытных. Можно сначала спросить себя, зачем вообще нужны копыта? И как эти животные пользуются копытами? Ты знаешь ответ на этот вопрос? Ты понимаешь, зачем им копыта? Пока не знаю. Ну, ты знаешь, да, что ноги бывают разные. У кого-то на ногах есть когти, чтобы лазать по деревьям. У кого-то пальцы, чтобы лазать по тонким веточкам. У кого-то ласты. Как думаешь, зачем нужны ласты на ногах? Чтобы плавать. Да, например, на передних ногах у китов есть ласты, а задних у них вообще нету. А еще и у сивочей есть ласты. Это мой самый любимый морж. Ага, морж, да, это очень интересное животное, ластоногое. А бывают животные, у которых вместо пальцев копыта, и это быстрые бегуны. Животные, которые очень быстро бегают, у них на ногах копыта. Это помогает им с большой силой ударять по земле, а выталкивать себя вперед. Это самый быстрый способ бегать. И это удивительно, потому что вот ты пробовала вставать на цыпочки и ходить на цыпочках. Да. Знаешь, когда у тебя пятки оторваны от земли, и ты идешь на кончиков. Да, да, я знаю, знаю. Да, и вот мы с тобой не могли бы так уж быстро побегать таким способом. Нам это было бы не очень удобно. А вот копытные животные умеют встать не просто на цыпочки, а на кончике пальцев, причем всего двух пальцев или одного пальца. И бежать быстрее всех. И вот, если я правильно понимаю твой вопрос, это вопрос, почему какие-то животные бегают на одном пальце, а какие-то на двух. Соответственно, те, кто на двух, называются парнокопытные, а те, кто на одном, называются непарнокопытные. Правильно понимаю вопрос? Да. Кстати, интересно для начала вспомнить, какие животные парнокопытные, какие непарнокопытные. Парнокопытные – это всякие свиньи, бегемоты, и у них там по четыре пальца, но главные пальцы два, на которые они в основном опираются. И другие, у которых уже чётко два пальца, это всякие антилопы, газели, олени, лоси, косули. Такие вот ребята. Козы, бараны, овцы, коровы, быки и буйволы. Вот это всё... Да, насчёт коровы я знаю. Да? Что у них два пальца. Здорово. Это всё парнокопытные. А есть непарнокопытные, у которых самые быстрые бегуны — это лошади, и у них один палец, но вообще есть их родственники, например, топиры, у которых три пальца, и также носороги у них три пальца, но главный, центральный, всё равно один, и они на него опираются, когда бегают. Он как бы сильнее всего толкает их, самый сильный толчок центральным пальцем. Почему они такие разные, эти животные? Главный ответ такой, что они совершенно не родственники. Они очень далеки друг от друга. Это очень-очень разные животные. Они появились в разное время, в разных частях света. Они очень по-разному питаются. Они устроены совершенно по-разному. У них разные родственники. Ну и вот так вышло, что когда природа решала эту задачу, когда в природе возникали вот эти животные с копытами, которые бегают на маленьком количестве пальцев, у одних всё важнее и важнее делались два центральных пальца, а у других всё важнее и важнее делался один центральный палец. И вот так вышло, что эта задача немножко по-разному была решена у разных животных. Такая вот история. Я хочу тебе пожелать почаще встречать разных копытных животных и делать разные интересные наблюдения. Хорошо. И слушай наш подкаст. Пока-пока. До свидания. В общем, копыта – очень удобная штука, чтобы бегать, но очень неудобная для всего остального. Про это есть прекрасный анекдот, который я очень любил в детстве, как звонит лошадь в цирк, кто-то берёт трубку, она говорит «Здравствуйте, вы знаете, я цирковая лошадь, я умею бросают трубку, считают, что это кто-то хулиганит». Она снова звонит и говорит «Пожалуйста, дослушайте меня, я ещё, кроме того, умею играть на скрипке». Они опять снова бросают трубку. Она третий раз говорит «Пожалуйста, не бросайте трубку копытом, очень трудно номер набирать». Тут важная история о том, что копытом действительно трудно делать разные вещи, помимо бега. А следующий вопрос у нас вот какой. Здравствуйте, меня зовут Ева. Я живу в городе Москва, мне 6 лет. Почему у жирафа и аиста длинная шея, а у всех других животных и птиц? Короткая. Итак, вы догадались, как это всё связано с руками? Или не догадались? Сейчас разберёмся. Привет. Здрасте. Как дела? Отлично. Я так рад, что мы созвонились. А тебе в школу не пора ещё? Нет. Мама не решила меня отдавать в этом году в школу. О, как здорово. Я пока 6 лет, потому что... А, всё ясно. Я пока в садике. Класс. А в садик не пора? Как ты проводишь своё утро? У нас утренний разговор. Ну, в садике я обычно не успеваю всегда на завтрак, потому что мы с мамой спим долго всегда. Угу. А сегодня? Ты уже позавтракала? Сегодня, да, я дома позавтракала. Что ты ела? Мюсли. Окей. Вот давай про это поговорим. Представь себе, что руки у тебя убраны за спину. И ты не можешь ими пользоваться. Такая игра. Окей? Угу. И возьмём две ситуации. Первая. Мюсли очень высоко на полке. Вторая ситуация. Это другой персонаж твоего вопроса. Мюсли рассыпаны по полу. Какое решение? Отлично подходит. Когда мама не видит, я всё ем с пола. Ага. Но тут смотри. Смотри, руки у тебя убраны за спину. Давай оба сейчас уберём руки за спину. Ты можешь это сделать? Смотри. Я убираю руки за спину. Да. И ты тоже убери руки за спину. Тоже убрала. Представь себе ситуацию, когда мюсли, например, рассыпаны по полу. А ты стоишь. И тебе надо было подобрать их с пола и съесть. Или мюсли очень высоко на полке. Тебе тоже надо было бы их съесть, а руки убраны за спину. Я бы выбрала мюсли, рассыпанные по полу. Потому что я бы наклонилась и ела их ртом. Погоди секунду. У меня есть для тебя идея получше. Если кое-что изменится в твоём теле, то ты очень легко дотянешься до мюсли, которые на полке, и до тех, которые на полу. Подумай, как следует, это связано с твоим вопросом, на который я собираюсь тебе отвечать. Ну... Помнишь, про что был твой вопрос? Да. Окей. Про что? Почему у жарафа и у аиста длинная шея? Так. Что можно было бы в тебе поменять? Длинную шею сделать. Конечно. Вот идёт такая Ева, шагает на своих длинных-длинных ногах. Ей надо чуть-чуть наклониться, а дальше она легко дотянется своим клювом... Ой, простите. Ртом. Ничего страшного. Дотянется до мюсли, которые рассыпаны по полу. Смотри, какая вещь. Во-первых, у обоих этих животных есть большие проблемы с тем, чтобы действовать, как привыкла ты. Ты привыкла во всём помогать себе чем? Руками. Да. Теперь давай подумаем про аиста. Какая у него ситуация с руками? Он не может брать, потому что у него крылья. Крылья, да. У всех птиц передние конечности – это крылья. И надо сказать, что у всех птиц, даже у тех, у кого шея короткая, на самом деле она очень подвижная. И очень подвижный клюв. И они умеют делать очень сложные вещи головой и как бы шеей. Ну, можно сказать, как одна рука. Ну, да. Но, действительно, птицы, у которых такая длинная шея, как у аиста или у фламинго, у них такая особенность, что у них очень длинные ноги. Но им надо собирать еду, которая где находится, ты, наверное, уже догадалась. На земле. На земле. И поэтому им что помогает? Шея. Длинная-длинная шея. Жирафы – это другой пример и тоже очень интересный. Давай подумаем, как у них обстоит дело с руками для начала. Что у них происходит с передними конечностями. Вообще, это сейчас не к нашей теме. Ага. И вот, когда я была еще на Новосибирске, ой, на Алтаве, я видела... Ой, со мной, знаете, что случилось? Что? Мне чуть конь не легнул. Вот. Чем он тебя собрался легнуть? Задними копытами. Копытами, да. И копыта – это вообще отличная штука, да? Чем помогают копыта? Отбиваться от врагов. Само собой, но главное, чем они помогают, для чего нужны копыта? Быстро отскакивать от земли. Да. Они помогают бежать, они помогают бить по земле и бежать с очень большой скоростью. И всем этим животным очень полезно быстро бегать, да? Почему? Потому что можно убежать от стаи волков. От хищников, да? Копытные животные убегают от хищных. И вот, представь себе дальше жирафов. Вот предки жирафов – это были какие-то лесные парнокопытные животные. Ну да. В лесу до листьев можно легко дотянуться, потому что там много есть маленьких деревьев или каких-то нижних ветвей деревьев. Ну да. Но постепенно предки жирафов стали выбираться на опушку леса, а позже начали ходить по саванне. Саванна – это такое место, где деревья стоят по отдельности. А значит, до листьев надо очень высоко тянуться. И вот постепенно, в череде поколений, за много миллионов лет, у предков жирафов делалась все более и более длинная шея, и это дало им возможность ходить далеко по саванне, собирать очень много листьев. И вместе с тем, такой длинной шеей, головой, которая вышла на этой длинной шее, удобно делать очень многие вещи, которые невозможно сделать копытом. Надо сказать, что у всех копытных животных именно по этой причине очень подвижные губы. Как и у лошадей, потому что я вижу, как лошади смешно едят. Да. Ты пробовал что-нибудь давать им с ладошки? Да. У них огромная, очень подвижная верхняя губа, которой они умеют делать сложнейшие вещи, как мы, пальцами. И плюс язык. И, например, у жирафа, когда открывается рот и оттуда высовывается длиннющий язык, как змея. И он может захватить какую-нибудь ветку этим языком, как такой целый петлёй этого языка, и потащить в рот, и ободрать с неё все листья. Всё это он делает без рук, да, представив, что у тебя убраны за спину руки, и ты делаешь такие сложные вещи. Ну, вообще, я умею брать ногами. Во-во! Попробуй делать это же ртом. И вот я хочу сказать, что есть копытные животные, у которых самая длинная и подвижная верхняя губа. Это кто такие? Я знаю только у кого язык. Ты хорошо знаешь этот пример. Это те, у кого верхняя губа превращается в хобот. Это слон? Это слон. Или ещё интереснее посмотреть на топира, у которого не такой длинный хобот, но тоже хоботок. Это пример того, что может произойти с верхней губой, если у тебя заняты руки. Ну, да. И вот у предков жирафов и без того очень подвижная была верхняя губа и язык. А тут вот ещё и вытянулась шея и получился такой манипулятор. Выходит, что аисты и жирафы в этом смысле очень похожи. Это прекрасный вопрос. Мне он ужасно понравился. Напоследок загадаю тебе загадку, которую, вы, кажется, я уже сто раз всем рассказывал. У кого больше позвонков в шее? У жирафа или у мыши? Мне кажется, что у жирафа. Одинаково. И у жирафа, и у мыши семь шейных позвонков. Так устроено у всех млекопитающих. Или зверей. Есть редкие исключения, но почти у всех семь шейных позвонков. А вот у птиц бывает по-разному и всегда гораздо больше, чем семь. У них очень подвижная шея. Да я не знаю. Ева, я был очень рад с тобой познакомиться. И хорошего тебе дня. Спасибо. Пока-пока. До свидания. Итак, если руки заняты тем, чтобы очень хорошо бегать или летать, с этим можно что-то сделать. Если у вас очень подвижные губы, или даже есть хобот, или длинный язык, или длинная шея, это уже выход из положения. А что если у каких-то летающих животных так сложится судьба, что и задние ноги тоже превратятся в крылья? Что тогда будет? Здравствуйте. Меня зовут Алиса. Мне 5 лет. У меня такой вопрос. Бывают пингвины, у которых 4 крыла, чтобы лучше плавать? Действительно, вот есть же животные с копытами и на передних, и на задних конечностях. Почему бы так же не сделать и с крыльями? Передние крылья, задние крылья. Что будет в этом случае? Ку-ку. Здравствуйте. Привет, дорогой друг. Привет, Алиса. Как твои дела? Хорошо. Я не знаю, в каком ты городе, поэтому я не знаю, тебе уже пора завтракать, или ты уже позавтракала. Какой план? Я не знаю. Человек не может не знать, завтракал он или нет. Если ты уже завтракала, скорее всего, ты про это помнишь. Да. Не завтракала? Нет. Хочется есть уже? Нет. Ещё не хочется? А что дадут на завтрак, скорее всего? Уже дали. А, уже дали, ты уже поела? Да. Теперь я наконец понял. Отлично. А что давали? Хлопья. Ты довольна? Да. Ну хорошо, моя дорогая птичка. Я вообще понял, что ты интересуешься птицами, потому что у тебя было несколько вопросов про птиц. Тебе они нравятся? Да. Почему? Они мне нравятся, потому что они делают многое другое, чем человеки. Я с тобой совершенно согласен. Ну что они самое удивительное делают? Они умеют летать, но не все. Например? Пингвины. Точно. А следующую вещь, которую мне хочется спросить, зачем пингвинам крылья, если они не умеют летать? Чтобы плавать хорошо. Здорово. Так, и дальше переходим к этой потрясающей идее. Мне очень понравилось, когда я это услышал. Ты можешь повторить свою мысль? Бывают пингвины с четырьмя крыльями. Окей. А почему тебе пришел в голову этот вопрос? Потому что меня это очень заинтересовало из одного интересного мультика. А что за мультик? Расскажи. Я не помню. А что там происходило? Я не помню. Окей. Я могу себе представить на самом деле, как у пингвинов могло бы быть четыре крыла. Короткий ответ нет. Нет таких пингвинов и нет таких птиц вообще на свете. У всех птиц по два крыла. Но тут вот какое дело. Вообще птицы родственники разных других животных. Ты знаешь про каких-нибудь родственников птиц? Нет. Ну, например, птицы родственники рептилий. Например, динозавров и крокодилы не очень далеки от птиц. У них у всех по четыре конечности. Четыре ноги. Да. Вот передние ноги у птиц превратились в крылья. Это понятно. Но там вообще-то осталось еще две ноги. Правда? Да. И вот на них можно было бы поставить такие длиннющие перья. И по идее получилось бы птица с четырьмя крыльями. Ну да. И эта идея не такая безумная, как может показаться. Например, бывают самолеты, у которых четыре крыла. У них есть как бы верхние крылья и нижние крылья. Они называются бипланы. Или вот по-русски они еще называются кукурузники. Я сейчас тебе покажу такой самолет. Вот. Ты когда-нибудь видел такие самолеты где-нибудь на картинках? В научном видео. Вот, да. То есть вообще самолеты с четырьмя крыльями бывают. Да, у них есть как бы верхняя пара крыльев и нижняя пара крыльев. А вот сейчас я покажу тебе динозавра. Маленького лесного динозаврика, у которого были крылья и на передних как бы конечностях, и на задних. То есть ходить он не мог? Или мог? Я думаю, что он мог лазать по деревьям. Это был лесной динозаврик. Он был не очень большого размера. Я бы сказал, что размером с орла какого-нибудь. А он опасный? Ну, для человека совершенно не опасный. Да, он гораздо меньше человека. Но для тех, на кого он охотился, может быть, он и был опасным. Но самое интересное, да, что ученые считают, что у него были перья. Длинные-длинные перья на передних и на задних ногах. Поэтому могло получаться что-то вроде биплана. То есть такого летающего ящера с двумя наборами крыльев. Ну, особенно, когда он планировал, знаешь, как бумажный самолетик. Не маша крыльями, а растопырив их широко, он мог планировать таким способом. У меня еще есть книжка про динозавров. О, здорово. А какой там твой любимый динозавр? Все. Окей. В общем, пингвинов с четырьмя крыльями не существует, но, по идее, животные с четырьмя крыльями когда-то летали в лесах нашей планеты. Это были динозавры с перьями. Маленькие динозавры вроде микрорапторов. Такая история. Ну, да. Я был очень рад с тобой познакомиться. Продолжай наблюдать за птицами. Мне кажется, ты что-нибудь еще интересное увидишь или придумаешь. Окей? Хорошо. Ну, хорошо. Я был очень рад. Пока-пока. Пока. Счастливо. Жизнь на этой планете развивается уже очень давно. Сотни миллионов лет и даже миллиарды. Если покопаться в этой истории, можно найти самые удивительные примеры. Самые удивительные эксперименты эволюции. Вот, например, как с микрорапторами и их четырьмя крыльями. Но надо сказать, что и сегодня на этой планете есть очень много летающих животных, у которых задние ноги сильно помогают при полете. И, кстати, с этими ногами возникают всякие проблемы, если надо воспользоваться ими как-то иначе. И вот про них наш тайный звук. Вы слышите, как общаются между собой млекопитающие, которые отлично летают и которым при этом сильно помогают задние ноги. Настолько помогают, что нормально ходить или бегать эти животные уже толком не могут. они умеют висеть на этих своих задних ногах вниз головой. Вы уже угадали, кто это? Это был шестой выпуск четвертого сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через телеграм-бот. Ссылку на него мы оставим в описании. А если вы уже все послушали и не знаете, что делать в ожидании следующего выпуска, то у нас для вас есть бонусы. Это разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. И эти бонусы легко можно послушать по подписке «Либо-либо плюс» прямо в приложении Apple Podcast или в закрытом телеграм-канале. Все ссылки я оставлю в описании. А еще вы можете слушать эти бонусы, если поддержите меня через Patreon или Boosty. Спасибо всем нашим подписчикам, вы делаете нашу работу возможной. Над этим выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Настя Медведева и Данил Астапов, звукорежиссер Сергей Скуртов. Композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки, это Эдуард Калмановский. Слова придумал Александр Калмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш землякоп, Илья Калмановский. Пока. Субтитры создавал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok